Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнёр программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. В едином порыве многонациональная «Анапа» весело и с размахом отметила День народного единства, доказав, что курорт славен своей дружбой народов. Творческая бессонница. Как и «Анапчанам» не давали уснуть 9 мус и библиотечные посиделки. Экскурсоводы с опытом. Теперь по тропам Большого Утреша туристов будут водить волонтёры серебряного возраста. Часы контроля, инвентаризация муниципального жилого фонда и сбор арендных платежей за землю – часть тем общегородского планёрного совещания. Глава «Анапа» Юрий Поляков заявил, свои поручения он будет снимать с контроля, только увидев фото и видеофакты их исполнения. Теперь еженедельно в администрации будут проводиться часы контроля, во время которых начальники служб должны будут отчитываться о выполнении данных им поручений. Вводит такую практику Юрий Поляков для того, чтобы исключить формальный подход к работе. Давайте так вот сделали, как мы видим фотографию. Вот так было, вот так стало. До, после, до, после. Тогда всем здесь будет понятно, что делается, как делается. Договорились? Важный пласт работы – сбор долгов за аренду муниципальной земли. Замглавы курорта Анжела Студеникина занялась проблемой мобилизации этих видов платежей в бюджет. 73 миллиона 200 тысяч рублей поступили за месяц с 1 октября. И кто не платит, подавайте в суд на расторжение договора в аренду. Если не платят, что вы тянете, сколько вы подали? Правовым управлением за период с 1 января 2017 года по 3 ноября 2017 года подано 107 исков о взыскании задолженности по арендной платы на общую сумму 83 миллиона. Мы проводим сейчас проверку этих земельных участков арендных. Если там имеются объекты недвижимого имущества, тогда получается смысл выходить за расторжением. Те участки, которые пустые, конечно, будем расторгать, либо в судебном порядке. Ну, сначала, видимо, досудебную всю работу, и только уже потом в судебном порядке будем расторгать и выставлять на торги правовиде обучения. И еще о муниципальном имуществе. До 15 ноября будет проведена инвентаризация жилого фонда, находящегося в собственности города-курорта. По результатам дадут оценку эффективности использования жилых помещений. Пустующие можно перераспределить, отметила Анжела Студеникина. На общегородской планерке также стало известно о кадровых изменениях. Уволилась заместитель главы Анапы Людмила Мурашова. Ее обязанности временно исполняет Екатерина Боровская, ранее трудившаяся на должности начальника управления по делам молодежи. Пост начальника управления капитального строительства покинул Виктор Зубоваткин. Обязанности руководителя возложены на Ольгу Антоненко, до этого работавший замначальника управления. На Пионерском проспекте по пути к морю открыли памятные плиты на Триумфальной арке, сооруженные в ознаменовании столетия братства по оружию кубанского казачьего войска и армянских добровольных дружин в Первую мировую войну. На арке даты начала и окончания Первой мировой войны, батальные сцены. Когда России уже в очередной раз пришлось противостоять Османской империи, казаки оказались на рубеже. Вместе с тем ряды армии пополнили армянские добровольцы, в том числе и из числа беженцев. У них был весомый повод сражаться отчаянно и храбро, что отмечали и командиры царской армии. Для меня очень важно, это укрепляет дружбу армянских и русских народов. Почему? Потому что еще издревле наши народы дружили и всегда помогали друг другу. И я уверен, что вот этот обелиск, который будет открыт, он даст еще один новый толчок в дружбе и сотрудничестве и взаимопонимании между нашими народами. Я благодарен тем, кто принимал участие в создании этого сооружения, кто вложил какой-то посильный финансовый клад, кто-то политическую подоплеку. Спасибо им за это. И я думаю, что народ, идя к морю, будет смотреть и им будет напоминать о том, что сделали русские солдаты, казаки, армянские дружины, для того, чтобы защитить интересы государства российского во время битвы и Первой мировой войны. На табличках название «Пяти дружин» по именам командиров, а также отрывок из стихотворения войскового старшины, историка, краеведа и писателя Михаила Тимченко. Сегодня действительно знаменательный день. Вот эта арка как символ нашей победы, символ того, символ дружбы, символ единства и согласия. Всегда пусть напоминают нашим детям, всем нам о том, что только в мире и в согласии мы можем победить. Мы добьемся победы, будем мирно жить, трудиться, воспитывать своих детей, а дети наши должны об этом помнить и говорить своим детям. Арка построена на деньги частного инвестора. В планах сразу за ней разбить небольшой парк. Мы вместе Россия. Напчане отпраздновали День народного единства. На празднике можно было увидеть все многообразие национальной палитры, в том числе и поэтому город-курорт с каждым годом привлекает все больше гостей. Представители всех дружественных народов поздравил глава курорта Юрий Поляков. Все флаги в гости к нам. Студенты анапских вузов и среднеспециальных образовательных учреждений выбрали по национальности и по-своему ее представили. С греческой и армянской культурой, а также традициями русского казачества анапчане хорошо знакомы. Будущие медики рассказали, что в этом году обсуждения, кого представлять, были недолгими. У израильтян есть чему поучиться в профессии. Учащиеся филиала Московского педагогического госуниверситета открыли уголок Якутии. Сделать это было непросто, пришлось импровизировать, но было интересно, тем более, что до этого, так далеко на северо-восток, еще никто из анапчан не заглядывал. Кроме того, на обновленном фестивале киношок зрители узнали, что там сегодня снимают интересное и самобытное кино. Наш маленький город, он очень многонационален. Мы ценим традиции всех национальностей. Хочу обратиться ко всем, поздравить вас с этим праздником, с праздником народного единства. Пожелать всем удачи, здоровья, счастья на благо нашего города, на благо России. Сегодня светлый праздник, солнечный, это действительно радостный праздник. Я хочу пожелать всем здоровья, удачи, благополучия, мира, добра, любви и благоденствия. С праздником! С Днем Единства! На центральную городскую площадь пришли сотни анапчан и гостей города-курорта. Эх, кубай, мой любимый край, здесь моя семья, здесь мои друзья, это родина моя. Юрий Здорог, многодетный отец. На праздник, как говорит он сам, пришли единая ячейка общества. Смотря на общественное мнение, что все приходят сюда, что мы не разбросаны, как где-то в других странах. Каждый пытается жить в своем мирке, друг друга стараясь чуть-чуть подальше от государства. А у нас мы видим, что площадь не пустая, площадь не пустая. Потому что если бы не было бы этого единства, сюда бы никто не пришел. Хочу поздравить всех с праздником, чтобы у всех было все хорошо, все замечательно и шикарно. Праздник за единство народов. Алена Кахреева из Липецка. По ее словам, находиться на отдыхе и попасть при этом на праздник незабываемо. Все хорошо, душа радуется. День выдался удачный такой. Солнце, свет прекрасно. Все улыбаются, все довольны, все веселятся. На главной сцене вручают паспорта юным анапчанам. Среди них Артем Новоселов. Он живет в станице Благовещенское. Хочет стать специалистом по судовой электрике. Я рад, что я теперь гражданин Российской Федерации официально. Гордость, что я гражданин Российской Федерации. На площади можно было попробовать себя в различных состязаниях. Свои работы представили мастера самых разных направлений. Редкие камни в изделиях ручной работы. Такие вот деревянные игрушки. Как рассказал изготовитель, новые идеи часто приходят по ходу. Зоопарк также постепенно пополняется. В то же время специальная комиссия пробует на вкус национальный колорит. Отмечая, что год от года мастерство и уровень участников традиционного фестиваля кухни неуклонно растет. Каждый по-своему хорош. Поэтому очень сложно выбрать. Потому что абсолютно разные кухни, абсолютно разные блюда. Все очень вкусно, интересно, очень сложно выбрать. Главная тема Большого фестиваля национальных культур «Мы вместе Россия». Хоровод дружбы. В Анапе живут и трудятся представители более ста национальностей. Сохраняя свои обычаи, традиции, языки. Многие из них уже стали частью палитры, которой курорт встречает гостей. Ну и потенциал по-прежнему велик. А вечером праздничные торжества продолжила акция «Ночь искусств», которая в этом году прошла под девизом «Искусство объединяет». Интересные мероприятия, необычные выставки и мастер-классы. Выступления поэтов и музыкантов объединили всех любителей и ценителей искусства. Одни из самых массовых и интересных мероприятий прошли в библиотеках, двери которых были открыты до глубокой ночи. А сотрудники не требовали тишины. Напротив, призывали к веселью и участию в шумных конкурсах. «Все хватает без разбора. Ест бананы до упора. Отойдите, пожалуйста». В центральной библиотеке для самых маленьких посетителей работали досуговые и интерактивные площадки. Познавательные викторины, развивающие смекалку, логическое мышление стали хорошей зарядкой для ума. Ребята без труда отгадывали названия животных и растений. По соседству театральная атмосфера. На импровизированной сцене для участников акции «Ночь искусств» одна из театр-студий города исполнила постановку «Приключения домовенка Кузи». А на площадках рукоделия всежелающие приняли участие в мастер-классах по вышиванию, квиллингу и оригами. Не менее интересная программа ожидала в эту ночь и посетителей детско-юношеской библиотеки. Там также работали тематические площадки. Организаторы отмечают, что в дни таких акций количество посетителей увеличивается в разы. Сегодня как никогда было много народу. От самых маленьких ясельная группа приходила. И вот сейчас старшее поколение. Любите, спрашивают, как часто проходит. Каждую субботу или нет? К сожалению, только «Ночь искусств» у нас раз в году. В секции «Свободный микрофон» самые смелые демонстрировали свои таланты на публике. Кто-то читал стихи, кто-то исполнил любимые музыкальные композиции, в том числе и под собственный аккомпанемент. Анастасия музыкой занимается с самого детства. Сейчас учится в Институте культуры в Санкт-Петербурге. Параллельно преподает вокал в Анапском центре детского творчества, помогая детям раскрыть свой творческий потенциал. Раз в неделю Настя приходит в детско-юношескую библиотеку на творческие вечера. Говорит, что музыка уже неотъемлемая часть ее жизни. «Я просто не представляю своей жизни без этого. Я не могу вообще жить без музыки, без вокала, без пения. Очень раскрепощает людей. В плане того, что когда выходишь на сцену, это всегда очень волнительно. Это безумно волнительно. И когда есть люди, которые к этому относятся спокойно, то есть они принимают каждую твою какую-то заминочку, они это все понимают, помогает раскрыться». По словам организаторов, интерес к акции с каждым годом растет. В эту Ночь искусств Анапские библиотеки в городе и сельских округах посетили более трех тысяч человек. Однако библиотекари надеются, что Дом книги будет пользоваться еще большей популярностью среди читателей и не только в дни специальных акций. В Ночь искусств свои двери гостеприимно распахнул и Анапский археологический музей. В этом году главной темой акции стала легенда о девяти музах, покровительницах науки и искусства. Ночь искусств – время таинств и открытий. Поэтому и программу сделали познавательной. Гостей провели по музейным залам. На примере древнегреческих мифов и легенд рассказали о жизни того времени. В эту ночь посетители музея смогли побывать не только в выставочных залах, но и пройти по улицам самого древнегреческого города Горгипия. Главной изюминкой стала экскурсия под открытым небом, которая произвела яркие впечатления на каждого гостя. Ведь подойти к истории так близко удается не каждый день. Почему я пришел? Потому что интересно просто. Во-первых, посмотреть своими глазами, что же тут было. А зная, что история нашего города больше нескольких тысяч лет, естественно, вот эти исторические пласты, которые под нами, под нашими домами, где мы сейчас живем, все это, конечно, как бы возбуждает тот интерес. В этот вечер музы пришли и к воспитанникам художественной школы. Руководство музея пригласило ребят провести занятия в одном из залов, чтобы юные живописцы смогли с натуры изобразить музейные экспонаты. Ребята с энтузиазмом откликнулись на предложение. Все, что мы здесь видим, все экспонаты, они напрямую относятся к изобразительному искусству, потому что мы видим здесь и керамику, и колонны, и какие-то еще произведения искусств, которыми мы занимаемся, изучаем это. И у нас есть возможность, у анапчан, прийти в музей порисовать, потому что все художники в основном учатся на музейных экспонатах, копируют их. Вот мы и решили сегодня этим заняться. Кроме того, в музее прошли познавательные лекции и театрализованное представление. В этом году в акции «Ночь искусств» приняли участие несколько тысяч человек. Сегодня столетие Октябрьской революции. Около 40 анапских коммунистов и сочувствующих провели митинг возле памятника Ленину. «Свет Октября направлен в завтрашний день. Мы уверены, солнце социализма вновь взойдет над Россией и всем миром. С праздником вас, товарищи! С юбилеем революции!» На мероприятии зачитывали передовицу специального выпуска газеты «Правда». У участников, помимо лозунгов, портреты Сталина и Гагарина. Собравшиеся заострили внимание, в том числе и на славном прошлом Советского Союза, победе в Великой Отечественной войне и успехов в космической отрасли. Они констатируют, что особой революционной ситуации, какой ее определял Ленин, в России сегодня нет. И она не возникнет, если не произойдет глобального катаклизма. Однако социалистические идеи живы, причем даже здесь в регионе, который принято считать достаточно консервативным. Нужно ли ждать повышения налогов? Куда обращаться, если вы нашли ошибку в начислении? И на основании каких данных появляются цифры в уведомлениях, которые мы сейчас получаем? Мы совместно с Федеральной налоговой службой продолжаем информационную кампанию. Сегодня на наши вопросы ответит начальник отдела камеральных проверок. Здравствуйте, Алексей Александрович. Спасибо за то, что согласились на это интервью. И, наверное, главный вопрос, который интересует меня как налогоплательщика. На основании каких сведений вы начисляете налог на имущество для физлиц? Согласно налоговому законодательству, налоговый орган использует в своей деятельности те сведения, которые предоставляют регистрирующие органы. В данном случае налоговый орган является только пользователем той информации, которую нам предоставляют региорганы. Все-таки первый источник – это регистрирующие органы. И на основании данных сведений мы осуществляем исчисление налогов. Василий Александрович, что делать, если уведомление не пришло, а налоги очень хочется заплатить? И к кому обращаться? В данном случае нужно что иметь в виду? Что либо у человека есть налоговая льгота, в связи с этим он не оплачивает налог, либо сумма налоговых обязательств в налоговом уведомлении менее 100 рублей. Согласно законодательству, сумма менее 100 рублей просто человеку не направляется. Ну и третий момент. Если человек является пользователем интернет-ресурса личный кабинет налогоплательщика, соответственно, ему тоже почта не направляясь в налоговое уведомление, он это видит через интернет-ресурс. В других иных же случаях человек вправе обратиться по месту нахождения либо своего имущества, либо по месту жительства в налоговую инспекцию, либо, как уже было сказано, если он является пользователем личного кабинета, то через личный кабинет налогоплательщика. Ну здесь еще возможна, наверное, техническая ошибка, к примеру, работа почты. Вполне возможно. И такие моменты не исключено. Сейчас многие с тревогой ждут уведомлений, не изменится ли сумма налогов. Скажу, что сумма имущественных налогов по физическим лицам, она будет увеличена, потому что в 2016 году Краснодарский край налог исчисляет еще пока из инвентаризационной стоимости, а согласно приказам Минэкономразвития Российской Федерации, те регионы, которые применяют инвентаризационную стоимость, применяют коэффициент дефлятора. Если в 2015 году коэффициент дефлятора составлял 1,147, то в 2016 году он составляет 1,329. Ну, соответственно, в связи с этим увеличивается налог на имущество физических лиц. Но я так понимаю, что изменения коснутся увеличения, коснется только налога на недвижимость. Что касается других налогов, они будут в тех же размерах. И еще вопрос, если я заметил ошибку, к кому мне обращаться, что делать? В случае каких-то неясностей обращаться либо по месту нахождения имущества, либо по месту жительства в налоговую инспекцию, либо опять же через личный кабинет налогоплательщика. По остальным же, скажем так, налогам по земельному и по транспортному налогу, ставки не изменились и налоги пока остаются прежними. Василий Александрович, спасибо за это интервью. Волонтеры серебряного возраста будут водить экскурсии по тропам заповедника Утриш. 25 анапчан прошли специальные курсы и получили сертификаты. Помимо общих профессиональных нюансов, необходимо также знание флоры и фауны. В руководстве заповедника отмечают свежий взгляд и творческий подход добровольцев. Момент, к которому волонтеры шли около полугода. Дважды в неделю они садились за парты на несколько часов, чтобы не только научиться правильно проводить экскурсии, но и узнать больше о природе заповедника Утриш и его обитателях. Мы теперь гораздо больше знаем о природе, мы теперь гораздо больше знаем о том месте, где мы живем, и гораздо бережнее к нему относимся и надеемся научить этому других. Мы можем провести хорошую экскурсию по экологической тропе и рассказать о ландшафте, допустим, того места, где мы идем, о животном мире, о растениях. Проект «Заповедные тропы» – результат давней дружбы команды анапских волонтеров серебряного возраста с сотрудниками заповедника. Все началось с акции по уборке берега после штормов. Со временем родилась идея, которую в конце прошлого года оформили в проект и получили грант из благотворительного фонда. Он пошел на организацию обучения. Мы сегодня с вами, наверное, такие пионеры в развитии этого направления, потому что просто экскурсовод, экскурсовод мы, наверное, все знаем, а экскурсовод – это что-то новое, и я надеюсь, что мы не могли остаться в стороне, так как понятно, что волонтеры – это как птица-сарсан, которая летит и прямо уже на лету с огромной скоростью хочет помочь убрать этот мусор и сказать всем окружающим «Берегите природу и берегите ее для наших потомков». Как пояснили специалисты заповедника, до сегодняшнего дня просьб от желающих полюбоваться реликтовыми лесами было значительно больше, чем свободных специалистов, которые могут не просто сопроводить, а провести полноценную экскурсию. Теперь у руководства заповедника есть номера телефона для оперативной связи с обученными волонтерами. Теоретическая часть очень серьезная. Они писали тексты полноценной экскурсии и защищали. Очень нравится, как они к этому подходят. Очень интересно, очень индивидуально. Кто-то сам биолог по натуре, кто-то по образованию, кто-то лирик и читает стихи на тропе. Это сказка. Обучение прошли 30 человек. 25 из них уже получили удостоверение. Возможно, не все из них будут выходить на заповедные тропы, но все они бывают в других регионах, на крупных мероприятиях и готовы рассказать людям об уникальной природе Черноморского побережья. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. В «Новости» медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин